Вкусно и точка. Третьего поколения. Так что я скорее знаком именно с iOS, чем с понятием iPhone. Что же такое iPhone? Не знаю. При этом с техникой Apple я отлично знаком. Я пользуюсь MacBook Air с 2012 года. Это сколько мне лет тогда было? Сложно представить. Мне было 10 лет. Потом у меня появился iPod Nano в 2014 году. Потом у меня появились AirPods первого поколения. Люблю их до безумия и люблю те времена. Это был 2017 год, когда мы всеми силами пытались найти в седьмом iPhone mini jack. Но безуспешно, потому что тогда наступила беспроводная эпоха. Если вы терпеть не можете внутриканальные наушники, то покупайте AirPods. Именно эти наушники запустили такой тренд. Кроме того, у моей мамы iPad mini 4-го поколения, а у моей бабушки iPad 10-го поколения в солнечном свете. Все перечисленные устройства, то есть ноутбук, iPod 7-го поколения, наушники AirPods 1-го поколения, iPad'ы работают безотказно по сей день. Так что, хотя я не пользовался iPhone, самой компании я доверяю. И, кстати, не только по аппаратной части. Ребятушки из Кремниевой долины запустили много сервисов, которыми я активно пользуюсь. Из самого популярного это Apple Music и TV+. И это действительно значимые для человечества сервисы. Первый из них в 2015 году поставил крест на скачивание альбомов через торрент, и тем более на покупки компакт-дисков. Стив Джобс избавил нас от лишнего хлама. А второй сервис появился лишь в 2019 году, но уже зарекомендовал себя как отличный стриминг с годными сериалами. Мой любимый про Теда Ласса. Недавно как раз вышел третий сезон, и я советую посмотреть. Кроме того, компания хвастает богатой историей. Она прошла путь от гаража в Пало-Альто до полноценной экосистемы Apple Park. Однажды это колесо взмоется ввысь и полетит на Марс в гости к Илону Маску, потому что на борту есть все для автономной жизни. Главное при отлете не забыть радужные ворота, иначе акции компании полетят вниз. Поэтому я не мог пройти мимо айфона. И на шестом году ведения техноблога, наконец, выходит обзор iPhone 14 Pro в фиолетовом цвете, вот с такой вот прикольной рамочкой, как будто какая-то диковина из венецианского дворца. Выглядит он, конечно, мое почтение. То есть это у нас такой игровой рок-фон, у него все по-детски, здесь у нас полная строгость, никаких надписей, никаких стрелочек, все по-взрослому, серьезно и сильно ляпается. Им пользуются фотографы, зрители кино, музыканты, геймеры, бизнесмены. Это универсальный смартфон, который спустя много лет после презентации первой модели до сих пор удивляет. Окей, пускай не так сильно, как раньше, но все равно следить за развитием технологий интересно. Как Apple удается поддерживать эту магию, вот это хороший вопрос. И помимо ответа на него, я поделюсь своим опытом после Xperia 5.2, 5.3, 10.4 и 1.4, после всех последних пикселей, iPhone SE 3, Asus, OnePlus, Nothing и спустя 100 дней. Любой iPhone советую брать в интернет-магазине цифру, за знакомым с ними более двух лет, а еще дольше гарантия, целых три года. Доставка по всей России ходит до самого порога, и плюсом к этому подарок от канала по волшебному слову Power. Добавляете товар в корзину, переходите к корзине, вводите это поистине волшебное слово и выбираете себе приятный бонус. Например, блок питания, потому что его нету в комплекте. Комплект у нас вообще ни о чем в этом году, как и в прошлом, как и в позапрошлом, по-моему. Либо можно взять зарядку для автомобиля, почему бы нет, прикольная штуковина. Советую взять iPhone 14 Pro в цифрусе, в фиолетовом цвете и на 256 гигабайт. Взял такой и как будто я в сказке. На распаковке вы не успеете заснуть, потому что комплект ни о чем. Раньше таинство распаковки было праздником в календаре. iPhone 10 воплоти, дайте же мне его наконец-то. Но теперь же коробки стали меньше, потому что так экологичнее и эффективнее. В переработку поступает меньше бумаги и в грузовой контейнер помещается больше единиц техники. Обычно Pro модели клали в черные коробки, символ строгости и особого стиля. Однако теперь коробок не стали окунать в краску. Я думаю, что дело в той же экологии, потому что и вместо силиконовой обертки теперь лепят бумажные хлястики. Признак того, что iPhone не вскрывался до вас. А теперь запомните простую истину. После распаковки ваша задача не потерять коробку. Поставьте ее в укромное место, ждите год, достаньте накануне старта продаж нового iPhone, продайте свой старый iPhone на Авито, накиньте пятерик и возьмите новый iPhone. И будет вам счастье. Обычно же так поступают. Да? Сейчас вокруг iPhone входит много слухов, мол заблокируют, закроют, заберут, перестанут продавать. Уже закрылся ремонт MacBook'ов, а такими темпами скоро и до iPhone'ов рукой подать. Так вот я бы не переживал на этот счет. Никто не будет блокировать iPhone'ы. Это немыслимая идея. Во-первых, это будет мировой прецедент. То есть общественность узнает, что компания по взмаху волшебной палочки может уложить устройство на лопатки. Это будет слишком громкая новость, после которой люди с опаской начнут относиться к технике Apple. Тот же китаец будет думать, а вдруг я сегодня куплю iPhone, но уже завтра его заблокируют. Apple такой ситуации точно не может допустить, потому что на этом она потеряет не то что доли, она на этом целые рынки может потерять. Так что это первый довод, почему компания ничего не будет у нас блокировать. Но также у меня есть и второй. Компания все-таки несет свою идеологию, помогает людям, прямо как завещал Стив Джобс. То есть Стив Джобс не просто так создал компанию, он создал ее, чтобы нам было проще жить. Он увидел какой-то изъян во вселенной и решил его закрыть. Благодаря этому появилась компания Apple в видении у Стива. И Тим Кук, как доверенное лицо Стива Джобса, не будет нажимать на тот самый рубильник. Это будет негуманно. Человек потратил силы, заработал на смартфон, купил его, в общем доверился Apple, а компания берет и забирает его святыню. Нехорошо. Так что это мой второй довод, почему не стоит переживать за Apple. Компания у нас остается, все в порядке, все окей, никто никуда не уходит. Новые логистические цепочки, новые поставки, но все равно компания Apple с нами. Таким образом я считаю, что в компании Apple работают умные люди, которые не хотят просто так терять покупателей по всему миру. И во-вторых, там работают хорошие люди, которые понимают, что нельзя просто так нажимать на рубильник. Все-таки люди отдали деньги, и есть какая-то привязанность, и нельзя просто так взять и разорвать контракт между покупателем и компанией. Что ж, я думаю с этим теперь понятно, айфоны можно покупать. А теперь переходим к самому виновнику торжества. Всего доступно 4 цвета. Нейтральный сильвер, цыганский голд, самый популярный спейсблэк, который темнее, чем спейсгрей, и новый фиолетовый. Если вы планируете продавать айфон на авито, то советую черный, он самый ходовой. Но имейте ввиду, что правильнее взять фиолетовый, чтобы ни у кого не возникало вопросов, какая у вас модель. Хотя далеко не каждый сможет увидеть тут фиолетовый цвет. Получится только на ярком солнце и под определенным углом. Это самая загадочная расцветка за всю историю компании. Самое важное в смартфоне, что у нас есть, это не процессор и не память, как может показаться на первый взгляд. На первом месте стоит именно экран. Потому что если от него устают глаза, то все остальное не имеет смысла. Если вы смотрите на экран, читаете книгу, и у вас глаза вылезают из орбиты, ну это что-то странное. С этим надо что-то делать. Так вот, в айфоне стоит контрастный дисплей OLED с отличными показателями ШИМ. Если в мире Android мы еще встречаемся с устройствами, которыми опасно пользоваться для зрения, то у Apple с этим все четко. Она заботится о здоровье покупателей. Даже Apple Watch выпускают с трекингами сна, пульсометры, кислород в крови. В общем, компания заботится о нашем здоровье. Большое ей за это спасибо. Так вот, например, Pixel 6a мерцает с частотой до 240 Гц. И особо чувствительные глаза будут уставать. Коэффициент пульсации при этом от 40 до 120%. Айфон же мерцает с коэффициентом от 12 до 25%. Здесь чем меньше, тем лучше. Так что с айфона можно даже спокойно читать. Понятное дело, что лучше пользоваться все-таки электронными читалками, книгами с технологией e-ink. Но все равно, с айфона можно, если что, что-то прочитать. В России не такой большой выбор аксессуаров, как на западе. Все-таки за рубежом гораздо больше разноцветных и разноматериальных чехлов под айфон. Так много, что блогерам приходится снимать целые гайды и выискивать самые лучшие. Уже давно есть всеми известные и любимые бренды. Те самые, что делают кошельки и штативы лучше самой Apple. Это, например, Subcase, Lumen, Anjo, Incipio, Castify, Moose, Nomad, Rhinoshield, Dbrand, Banks и многие другие. В наших магазинах по типу iPort и Restore тоже можно найти Pitaka или Ubeer. Но это копейки. Лучшие дела обстоят в онлайне. На том же Яндекс.Маркете, либо Озоне есть Nomad. Но, как правило, у нас берут самые классические прозрачные, либо однотонные, самые банальные, никому не интересные. Ну, либо же карбоновые. Это для тех, кто копил на McLaren, но потом понял, что хватит и чехольчика. При этом, если вы горите желанием купить уникальный чехол, такой, который будет только у вас, в таком случае заходите на Авито. Там всегда много путешественников, которые ездят за границу и вместо обычных магнитиков берут MagSafe. Либо спрашивайте у друзей, кто много летает. Возможно, у них найдется свободное место в рюкзаке, либо в чемодане. Далее поговорим о том, что нового в сравнении с iPhone 13 Pro. Во-первых, конечно, Dynamic Island, который у меня здесь отлично виден, благодаря моим обоим с Человеком-пауком. В общем, с точки зрения компании, это такая хитрая маркетинговая уловка, чтобы привлечь внимание покупателей. Такая фишка, чтобы издательствам было удобно об этом написать и чтобы покупатели это тоже считали. Согласитесь, что если бы не динамический вырез, то в день выхода iPhone было бы гораздо меньше статей о нем. Гораздо меньше. Но здесь все-таки есть польза и с точки зрения пользователей, потому что это своеобразный виджет, который всегда на одном месте. И самый частый кейс использования это в качестве медиаплеера. То есть у вас играет какая-то композиция и здесь отображается плеер. Так, вы придете, нажимаете и появляется у вас дорожка. Сколько времени осталось до конца. Можно следующий трек поставить. Можно просто перейти в приложение при помощи нажатия. Ну, то есть этот виджет у вас спокойно мог быть вот здесь вот на рабочем столе. Но вы просто взяли его и перенесли вот сюда вот в Dynamic Island. Вот такая вот технология у компании Apple теперь. Называется технологией, да. Можно промотать трек, переключить, поставить паузу. Очень классический набор действий. Кто-то скажет, что это баловство и не будет пользоваться, а кто-то освоит новую механику и будет кайфовать от анимации. Потому что анимации это все, что у нас есть в iOS. Вот единственный минус в Dynamic Island это то, что вы можете заляпать камеру. Потому что вы каждый раз нажимаете, каждый раз промахиваетесь мимо этой черной штуковины и попадаете по камере. А предупреждения о том, что она заляпана, тут все еще нет. Так что прежде чем делать селфи, всегда убеждайтесь в том, что камера чистая. Во-вторых, поставили новый чип. Процессор Apple A16 Bionic. 16 миллиардов транзисторов. 17 миллионов операций в секунду. Шестиядерный центральный модуль. Пятиядерный графический процессор с более быстрой пропускной способностью памяти. Apple, как всегда, на высоте. Правда, не совсем понятно, куда девать такую мощь. Никто не запускает Cyberpunk на минималках на iPhone. Для повседневных задач хватало и A14 и A15 Bionic. Даже какие-то нейронные вычисления, которые у компании Apple теперь тоже на первом месте, как и у компании Google. Даже там все равно хватало процессоров. Apple A14, A15, да A13 даже хватало спокойно. С головой. Возможно, кто-то увидит разницу в сложных играх, но это тоже вряд ли. Так что здесь скорее маркетинг. Новый чип, новый процессор, unbelievable, incredible, magic. Все вот эти волшебные слова, которые мы встречаем на презентации. Все ради этого. Ну и, конечно, ради лаконичных и громких фраз на сайте. Хотя, с другой стороны, это традиция каждый год обновлять процессоры. Ну, то есть, это как с цветами корпуса. И меня здесь это радует, потому что хоть что-то стабильное в нашем бесконечно меняющемся мире. Есть какая-то константа, и это классно. Выходит новый iPhone. Мы обсуждаем новые цвета и обсуждаем новый процессор, который такой же практически, как предыдущий, но чуть-чуть мощнее. Вот пускай и дальше будет так же. Это должно оставаться всегда. В-третьих, блок камер стал еще больше. Многие шутерства скоро он станет вообще. Займет всю заднюю панель, там вот эти все кадры со Шварценеггером, да. Как бы, ладно, окей, пускай будет так. Это современная тенденция. Чем больше камера, тем лучше. Так должно быть, окей. Ну и, конечно, новый блок камеры означает, что старые чехольчики не подойдут, и Apple сможет еще больше заработать. Так тоже было абсолютно всегда. Компания Apple на этом любит подниматься. Ну и в-четвертых, это, конечно же, экран. Он стал еще ярче. Пиковое значение 2000 нит. Тут самое главное помнить, что максимальная яркость нужна только на улице. В офисе, дома, особенно в кровати ночью, ставьте там меньше середины. Иначе глаза все-таки будут уставать. Также в новом iPhone появилась функция определения аварий. Если вы вдруг в нее попадете, тьфу-тьфу-тьфу, у меня здесь где-то есть дерево, давайте по дереву постучим. Если вы в нее попадете, то смартфон отправит сигнал о помощи. Над этой волшебной палочкой компания долго работала, провела более миллиона часов испытаний, и все-таки научила iPhone определять аварии. Все-таки Apple умеет тайно проводить такие важные испытания. Сколько они тестов провели, сколько машин разбили, где-то нашли полигон, и до презентации не было никакой информации о том, что на самом деле будет такая фишка. То есть компания максимально скрытно, самостоятельно все провела, и нам показала только готовую фишку. Никаких утечек не было. Респект за скрытность. Так вот, функция отличная. Представьте, что вы ехали по ночной скользкой дороге и попали в аварию. И, возможно, у вас не получится просто так взять телефон и позвонить. В таком случае, если рядом никого нету, смартфон вас спасет. Функция невероятно крутая, но, к сожалению, пока что сырая. Были новости, что она срабатывает в парках аттракционов. Ну, как бы, понятное дело, почему. Там тоже есть резкие остановки, и смартфон думает, что вы попали в аварию. И что самая обидная, функция не всегда запускается при самой аварии, при настоящей. К сожалению, у меня нету возможности протестировать самостоятельно, потому что у меня даже нет водительских прав. Я даже машину не смогу сесть и завести, что уж говорить про то, чтобы куда-то поехать и врезаться. Поэтому могу лишь поделиться информацией, которую я смог найти. В Соединенных Штатах, на родине айфона, функцию тестировали многие блогеры. TechRacks два раза разогнал ретро-автомобиль и влетел в развалины. Поначалу смартфон никак не реагировал, но спустя время все же немного думал и вызывал спасателей. Издательство Wall Street Journal точно так же провело ряд тестов, но они пошли дальше. Помимо айфона, они решили в то же время протестировать часы Apple Watch Ultra и Google Pixel, у которого функция определения аварий доступна уже более года. Результат был неоднозначным. В одной машине, которая врезалась, датчики срабатывали, а в другой, в которую врезались, была полная тишина. Блогер Люк Маяни точно так же не пришел к однозначному результату. В России тесты провели блогеры Уилсаком и Худаков. У обоев результат отрицательный, смартфоны не зафиксировали аварию. Хотя дядя Валя все сделал по-серьезному, обратился к ребятам из испытательного центра, добился скорости в 60 км в час. Один айфон поставил над торпедой, а другой приклеил скотчем к водительскому креслу. Условия были идеальные, но смартфоны подвели. Два айфона и ни один, походу ни второй, никуда не звонили, ничего, никаких сообщений не слали. Таким образом функция крутая, но не всегда срабатывает в США, а до России, судя по всему, вообще не доехала. Видимо попала в аварию. К тому же уже прошло полгода с момента запуска функции, а в медиапространстве появилась всего лишь одна новость, что эта функция действительно спасла жизнь двум человекам в США. То, что спасла, это безусловно круто, но то, что всего одна новость, это как-то маловато. Больше я никакой информации не нашел. Так что назвать функцию Apple Car Crush Detection решающей при покупке я никак не могу. И особенно в России. Теперь поговорим про софт. Самое первое и важное то, что iOS она живая. Это живая операционная система. Ее приятно наблюдать, смотреть как она развивается. Если Android ходит на костылях и выглядит как старый дед, то iOS это игривая, веселая, жизнерадостная собака, которая всегда готова вам помочь. К тому же я обожаю компанию Apple за то, что они предустанавливают софт. Начиная с заметками, которые многим нравятся больше, чем что-либо. Больше, чем Notion, больше, чем Evernote. Самое крутое в айфоне это, конечно, заметки. Начиная ими и заканчивая GarageBand. То есть как бы компания предустанавливает приложения для занятия музыкой. Это не может не радовать. Компания как бы нас подстегивает, что, камон, хватит потреблять контент. Хватит слушать музыку, хватит смотреть видосы, смотреть фильмы. Надо самим создавать. iPhone считается самым защищенным смартфоном, так как iOS это закрытая операционная система. В мире Android с этим дела обстоят гораздо печальнее. Там частыми гостями являются дыры в безопасности, с которыми не так быстро прощаются. Не так быстро их латают. Как хотелось бы. Более-менее дела обстоят в Google Pixel, в котором есть физический, а не программный чип безопасности Titan M. Уже, кстати, второго поколения. Но все равно самым защищенным считается iPhone. Так что все эти рекламные баннеры, где Apple называет iPhone самым защищенным смартфоном, то есть Privacy is a King, That's iPhone, все это чистая правда. iPhone защищен. Хотя в последнее время мы чаще всего слушаем музыку либо через наушники, либо через колонки, звук в смартфоне все равно важен. Так вот в iPhone он хороший, он не отличный, как в ROG Phone 6D, не такой глубокий, не такой басовитый, но зато он не такой же пластмассовый, как в Pixel 6a. Что-то среднее. Ну то есть, если вам нужен настоящий мультимедиа-центр в лице смартфона, то это 100% ROG Phone 6D или предыдущее поколение. Большой и яркий дисплей, да и к тому же лучший звук в индустрии. Он более глубокий, басовитый, теплый и обволакивающий, будто вечернее одеяло. В iPhone, хотя и громкие, но все-таки звенящие динамики. Итак, сравнение звука на iPhone 14 Pro и на ROG Phone 6D. Let's go. На ROG Phone более глубокий и спокойный звук. На iPhone он яркий, насыщенный, звонкий. Основной модуль на 48 мегапикселей и на официальном сайте пишут чистую правду. Детализация взрывает мозг. Для максимального качества советую снимать в режиме Pro Raw, особенно если вы планируете делать кроп фотографии на посте. Кстати, увеличение 2x это по сути и есть кроп с основного модуля. Точно так же делает Google Pixel. Снимает 2x, потом улучшает алгоритмами. На канале я уже сравнивал камеры с Pixel 7 и Sony Xperia 1.4. Сразу говорю, что мне ближе картинка на пикселях. iPhone выдает веселую праздничную картинку с оттенком шампанского, но часто промахивается с балансом белого. Хотя смартфон снимает в 4К на все линзы, даже на фронтальную камеру, все равно он все еще не может заменить полноценную видеокамеру. Слишком уж много мыла и шумов в сравнении даже с бюджетной камерой для видеоблога от Sony. Если вы часто снимаете и ищете лучшее качество для своих подписчиков, либо зрителей, либо членов семьи, в таком случае советую по старинке пользоваться либо GoPro, либо DJI Osmo, либо камерой для видеоблога, как у меня, Sony ZV-E10. Как бы Apple не пыталась улучшить качество видео при помощи алгоритмов, все равно все еще на уровне физики побеждают классические экшн-камеры, видеокамеры, зеркалки и беззеркалки. При этом видео на основной модуль мне понравилось, в первую очередь за счет стабилизации. Если для пикселей и Sony Xperia мне приходилось дополнительно таскать с собой стабилизатор от DJI, то iPhone он не нужен. Компенсация отрязки встроена в само устройство. Ну и конечно я не могу не отметить плавные переходы, которые почти идеальны. Всяко лучше, чем на большинстве Android устройств. Это, кстати, мой классический набор для путешествий в город. Благодаря MacBook Air на чипе M2 я могу работать абсолютно где угодно. Даже в ласточке по пути из Ломоносова в Санкт-Петербург. Что ж, про основные модули поговорили, теперь перейдем к фронтальному, который выдает довольно приятную картинку. Ну, как видите, более-менее окей. Еще из того, что хочется отметить, это четкость. Здесь она уж слишком высокая и все мои прыщи вылазят наружу. Да, вот такой минус я нашел. Ну то есть из минусов для меня это высокая детализация, шампанские цвета и высокая контрастность. Мне больше нравится картинка на пикселе, которая более такая, флэт дизайн, приятная, спокойная. Если Sony Xperia стремится к мрачным оттенкам и тени там по-настоящему темные, то iPhone делает картинку более веселой. В целом, видео на фронталку я могу советовать. Разве что по вечерам встречается много шумов, как и в предыдущих iPhone'ах. Только основные модули в этом плане стали немного лучше. Apple и игры в моем представлении это несовместимые вещи, потому что iPhone в первую очередь создан для того, чтобы создавать, творить свой собственный контент, а не потреблять его. Игры это все-таки больше про потребление контента. Как бы многие до сих пор удивляются, почему Apple не выпускает свою собственную приставку, либо почему в Apple Arcade так мало годных тайтлов. Дело в том, что компания действительно как будто против игровой индустрии. Она хочет, чтобы мы жили своей полной жизнью, то есть путешествовали, снимали видосы, записывали что-то. Ну то есть Apple больше выступает за радости в реальной жизни, а не в виртуальной. Скорее всего поэтому в Apple Arcade так мало годных тайтлов. Потому что Apple это неинтересно. Они не хотят развивать игровую индустрию. Им это просто не нужно. Они могли бы на этом много заработать, потому что игры в современном мире очень популярны, но все равно они туда не идут. Так вот я полностью поддерживаю компанию в том, что она не пошла на поводу у рынка. В современном мире мы слишком много стали уделять времени играм и все меньше общению и живым путешествиям. Но если вы все-таки любите игры, немножко поиграть это никому не повредит. Да, я тоже играю в Call of Duty Mobile. Если вы играете в серьезные тайтлы, здесь я вас могу только порадовать, потому что iPhone тянет абсолютно все. Да, иногда встречаются просадки FPS, но в основном все идет отлично на максимальных настройках. Было бы странно, если нет, потому что это самый мощный процессор из всех, что только есть. Apple A16 Bionic. Мощнее любого на рынке. Заряда батареи в 100% случаев хватает на целый день. Главное вовремя заряжать. Мне даже смартфона хватает на полтора дня. Да и к тому же наверняка всем дарили пауэрбанки, так что заряд смартфона в 2023 году, на мой взгляд, это вообще не проблема. Плюс Apple выпускает специальный MagSafe Battery Pack за 100 баксов. Он прицепится сзади на магните и подарит дополнительные 60% заряда. Такое чудо должно быть у каждого владельца iPhone 14 Pro. Это гениально и мега удобно. Здесь больше важны два момента. Первое, то, что он работает дольше, чем предыдущее поколение, причем намного. И второй важный момент, что компания выпускает дополнительные аксессуары, которые помогут вам в случае, если быстро закончится заряд. Внезапно он заканчивается, вы подключаете MagSafe Battery Pack и все заново работает. Мне кажется, самое важное, чтобы смартфон работал, а там уже не важно, как заряжать и что докупать. Так вот, Apple позаботилась о том, чтобы смартфон всегда работал и всегда нам помогал. За это компании респект. Второй популярный аксессуар на магните – это бумажник. И вот его концепция, как по мне, спорна. С одной стороны, все самое ценное в одном месте, но с другой стороны, если потеряете смартфон, то автоматом останетесь еще и без денег. Так что здесь думайте сами. Примерно полгода я живу в экосистеме Apple. Пользуюсь MacBook Air на чипе M2, пользуюсь iPhone 14 Pro, AirPods Pro 2-го поколения, обычными AirPods 1-го поколения, и мне для полного комплекта разве что не хватает iPad, колонки и меток AirTag, чтобы не потерять все это добро. В целом, устройства, правда, дополняют друг друга, особенно если включена синхронизация по iCloud. Тогда, по сути, вы находитесь в одном информационном пространстве, начал писать заметку на смартфоне, продолжил на ноутбуке, либо на планшете. Или, например, записал голосовую заметку на часах, потом она сразу появилась на iPhone. То есть приложение Диктофон, оно одно абсолютно для всех устройств. Или, например, отслеживание сна. Часы замеряют, а смартфон расшифровывает, что все это дело значит, и показывает вам графики. В экосистеме гораздо удобнее обмениваться файлами. Снял на iPhone, за пару секунд через AirDrop перекинул на MacBook и сразу добавил новый материал в видео. Я прямо так и делаю, если понимаю, что для нового выпуска не хватает материала. Тогда достаю iPhone, делаю подсъем и по одному нажатию перебрасываю видосик. И так с абсолютно любым файлом до 50 гигабайт. В экосистеме комфортнее читать книги при помощи приложения Apple книги. На Android день со днем не сыщешь удобоваримую читалку, а здесь она предустановлена на все устройства. Единственный минус, в iOS 16 убрали эффект перелистывания страниц в пользу минимализма. Да уж, а я все еще жду, что Apple вернется к скевоморфизму. Если вы потеряете одно из устройств экосистемы, на другое вам придет уведомление о пропаже и шансы найти потерянные AirPods в разы возрастут. Также многие отмечают приложение заметки, как самый удобный инструмент для копирайтинга. Начал писать на iPhone, продолжил на Mac. Однако здесь я не могу согласиться, что это первая причина перейти на экосистему Apple, поскольку есть тот же Notion, который доступен на всех платформах и у него точно так же доступна синхронизация текстов. Зато в экосистеме удобнее пользоваться двумя устройствами одновременно. В прошлом году Apple представила функцию Universal Control для Mac и iPad, которая позволяет с одной клавиатуры и трекпада управлять двумя гаджетами. Также можно взять файл на iPad и перетащить его на Mac или наоборот. Словом, покупать iPhone, если вы хотите полноценную экосистему Apple, просто необходимо. Это центральное связующее устройство. И под самый под конец самое главное – это цена. Как по мне, она космическая. Ни в коем случае не берите кредит и не тратьте последние сбережения на покупку iPhone. Сегодня много отличных вариантов за гораздо более скромный ценник. Тот же iPhone можно взять на Avito и не обязательно последнего поколения. iPhone 14 Pro – это элемент роскошной жизни, которая не каждому нужна, да и не всем к лицу. Берите флагманский iPhone только если вы уверены в покупке на 100%. Только если вы знаете, как раскрыть потенциал устройства на 100%. Знаете, зачем вам три камеры, MagSafe, мощный процессор и, конечно, Dynamic Island. Если вы не живете активной жизнью, то, скорее всего, брать такой iPhone рановато. Начните с чего-то более простого и дешевого. Но если вы уверены, что готовы прикоснуться к лучшему из устройств от компании Apple, к их флагману, в таком случае заходите на сайт Цифруса и заказывайте. В целом, я чувствую, как компания медленно, но верно захватывает мир. Реклама повсюду, блогеры хвалят их устройства. Выходят сериалы, в которых герои пользуются исключительно техникой Apple. Все большее количество устройств становится доступно все большему числу людей. Не в последнюю очередь, благодаря вторичному рынку. И здесь стоит вопрос, а хорошо это или плохо, что мир медленно, но верно становится зависим от какой-то корпорации. С одной стороны, хорошо, мы получаем полезные гаджеты для более насыщенной творческой жизни. Являясь, с одной стороны, потребителями продукции Apple, мы пользуемся их технологиями для создания чего-то нового. Но, с другой стороны, мы становимся зависимы от компании. И в случае чего, если компания заблокирует все наши устройства, мы останемся у разбитого корыта. Вся наша творческая деятельность пойдет на смарку. Обзор подходит к логическому концу. И сейчас я повторю основные моменты. Смартфон стоит дорого. Помните, что не обязательно тратить такие большие суммы на смартфон. Если и хотите iPhone, то отправляйтесь на Авито и ищите доступные варианты. Последний iPhone это все-таки больше статусное устройство из того же сегмента рынка, что и Galaxy Fold или S22 Ultra. А туда не всем нужно лезть. Я на канале не раз доказывал, что есть отличные смартфоны за более скромный ценник. Тот же Zenfone 9 или Xperia 5.4. Их точно так же можно спокойно взять на 5 лет и горя не знать. Не обязательно брать iPhone, но если все же хочется прикоснуться к яблочной философии, тогда действуйте аккуратно и выбирайте лучший под себя, исходя в первую очередь от желания и, конечно, цены. Здесь стоят отличные камеры, на которые мне не стыдно делать подсъемы для новых выпусков. А по заявлениям Apple, на такие крохотные линзы вы даже можете кино снять в стиле экшен. Благо в смартфоне отличная стабилизация. Также здесь стоит качественный звук, который не заменит даже самую простую колонку, но глянуть YouTube получится. Таким образом, я считаю, что купить iPhone это самый простой способ заиметь смартфон. Не надо что-то читать, изучать, ходить по форумам. Просто берешь и покупаешь. И в 80% случаев он вам понравится. Напоминаю, что купить iPhone 14 Pro даже в фиолетовом цвете и даже на 256 гигабайт можно в интернет-магазине Цифрус. Доставка по всей России, гарантия, подарок от канала, вы все это прекрасно помните. Ссылка в описании, а я как будто в сказке. Если что-то упустил, пишите в комментариях. Также советую подписаться на меня в YouTube и советую подписаться на меня в Telegram, потому что там тоже будет много интересного выходить. Наверное, когда-нибудь. Пока что там просто я анонсирую свои видосы. Так что подписывайтесь, чтобы тоже не пропускать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok